итак добрый вечер коллеги еще раз сейчас меня слышно видно хорошо я смотрю даже микрофон зашкаливает по-моему да что потише сейчас слышно нормально пришлось оторвать и выкинуть гарнитуру которая была подключена к компьютеру потому что не обнаружил компьютер устройство которое служило верой и правдой достаточно длительный промежуток времени вот спасибо за плюсики то что вы поставили значит будем с вами двигаться по информации нашего сегодняшнего вебинара шумно немножко ну давайте мы сейчас сделаем еще немного потише сейчас просто так лучше немного интересно маха это мужское или женское имя и так коллеги у нас с вами сегодня время для презентации компании skyway capital выдвину специально 17 часов как это бывает каждый понедельник вот хотелось бы все-таки спросить если те кто эту информацию не владеет до либо не владеет полном объеме то есть те кто может быть давно слушали презентацию нашей компании давно не следили за развитием событий в нашем проекте а возможно есть и те которых недавно пригласили они только разбирают свою информацию есть такие есть поставьте пожалуйста цифру кодин вот потому что у нас с вами комната мирополис уже неделю болеет и никак не могут сотрудники этой компании подключить видео ну вальдемар я наверное не стал на вашем месте ставить единичку потому что я периодически вижу вас на вебинарах поэтому если вы мне хотели сделать приятно то наверно у вас получилось на можно было не ставить единичку и так я так понимаю что вы все владеете информации достаточно четко и подробно да вот как правило вебинар состоит из двух частей на первой части вебинара мы рассказываем непосредственно той технологии которую продвигаем посредством краудинвестинга посредством скажем так системы и многолонию маркетинга в том числе если кого-то это пугает то в принципе можно сразу не слушать данную информацию да но тем не менее краудинвестинг это та платформа благодаря которой данной технологии вышло в свет и данной технологии сегодня успешно продвигается на территорию всего земного шара то есть те люди которые в четырнадцатом году поверили генеральному конструктору технологии натуре дар череницкому те люди которые разобрались информации да то есть увидели перспективу как в использовании данной технологии так и перспективу значительно улучшить свою финансовую составляющую жизни они стали действовать в отличие от огромного количества людей которые эту же информацию получили ну и остались ждать а кто-то просто отвернулся и пошел мимо как мы говорим в принципе каждый делает свой выбор поэтому ничего сегодня менять не будем мы с вами будем двигаться в том же формате единственно видео мы показывать не будем к сожалению у нас есть несколько роликов которые можно было продемонстрировать а по самой технологии такого развития за том что происходит у нас на территории к технопарка нашего тестового полигона да вот но тем не менее просто с вами сегодня будем разговаривать это коллеги мы находимся на презентации компании skyway капитала основная функция нашей компании это привлечение инвестиций в реализацию технологии которую мы сейчас с вами будем говорить то есть это миссия компании потому что компании работающие на международных рынках как правило крупные компании у них у всех есть своя миссия кто-то улучшает состояние здоровья людей да кто-то скажем так шьет им одежду кто-то также как мы пытается совершенствовать транспортную отрасль но мы непосредственно занимаемся совершенствованием и созданием экологически безопасных транспортно-инфраструктурных технологий которым относится технологии под названием струнная технология либо технология skyway skyway это небесные дороги переводы с английского языка и у данной технологии на сегодняшний день огромное количество преимуществ огромное количество отличительных черт особенностей да по сравнению с теми технологиями которые мы имеем на сегодняшний день в чем необходимость действительно применение данной технологии потому что у нее большое количество преимуществ она сама по себе инновационная секция он говорит о технологии но как говорит наш генеральный конструктор анатолий Игорь Михайлович, директор А.Семкин 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 Суда разного размера, разного масштаба, которые перевозят разные объемы груза, жидкости и так далее. И это транспорт под названием воздушный. То есть самолеты, вертолеты, кстати, он является самым дорогим. В какой-то мере он, возможно, самый комфортный, но, правда, не для тех людей, которые боятся упасть с высоты. То есть четыре транспортные системы, у которых есть свои преимущества по отношению друг к другу и большое количество недостатков, но, опять же, это и загрязнение окружающей среды, потому что большое количество выбросов выхлопной газа, как у автомобильного, у железнодорожного транспорта, у воздушного и у водного, кстати. Кстати, те, кто плал на пароходах, наверняка видели, что практически за каждым теплоходом, который плывет по реке, остается такая цветная струйка. Это непереработанное топливо, которое сбрасывается в реку, где живет Тарына, которую мы едим. Вода, которая вроде бы очищается, которую мы пьем, там из-за отдыхания речи и так далее, и так далее, и так далее. Очень важно, наверное, отличие скоростных показателей, потому что данная технология разрабатывается во всех трех транспортных сегментах транспортного рынка. Это высокоскоростной Skyway до 500 км в час, это городской транспорт, который сможет перемещаться со скоростью от 50 до 150 км в час, и это грузовой транспорт, который сможет перемещаться со скоростью до 120 км в час. Если мы сравним перемещение грузов по территории Российской Федерации, эта скорость была еще на 2015 год, менее 9 км в час с учетом погрузки и разгрузки, такая существенная разница в скорости перемещения грузовых составов. Комфорт, то есть в данной технологии будет заметно снижен уровень шума, скажем так, уровень вибрации, идеальный ровный рельс, по которому будет следовать транспортные средства. Не будет так называемых ускорений, торможений, ускорений, скажем так, при трогании с места, потому что данная технология будет пособствовать тому, что не будет перекрестков, к которым мы с вами привыкли, когда перемещаемся в наземном транспорте. Не успели разогнаться, надо тормозить, красный свет на светофорах и так далее. Некоторых людей вот так вот по городу они ездят, укачивают, ушатывают, они себя плохо чувствуют. Здесь всего этого происходить не будет. Значительно меньше затраты при строительстве данных дорог, то есть там в разы на порядке требуется меньше строительных материалов, соответственно, затраченных денежных средств, людских ресурсов. И, в принципе, малые эксплуатационные расходы. Как я говорил, как заявляет генеральный конструктор технологии, единожды построенная эстакада, единожды построенная, скажем так, путевая структура из строительных рейсов может служить свыше столя. Ну и, наверное, очень важным моментом на сегодняшний день является то, что сегодня еще практически абсолютно любой человек, проживающий в любой точке земного шара, может стать совладельцем технологиями. Обычно я говорю, привожу пример, когда мы начинаем говорить об инвестициях, которые можно сделать сегодня в нашей технологии, но, тем не менее, скажу, наверное, сейчас. Смотрите, все люди, которые сейчас находятся в комнате, наверняка заметили одну интересную вещь. В нашу жизнь плотно вошел интернет. То есть та технология, которую 20, 25, 30 лет назад многие не знали и не слышали. Технология, которая круто изменила нашу странную жизнь. И когда-то интернет входил, скажем так, в сферу коммуникации человечества, то есть в сферу систем связи, передачи информации и так далее, да, это было в 70-е годы прошлого столетия. Молодые люди, которые стали развивать данную технологию, устройства, связанные с данной технологией, персональные компьютеры, да, то есть они на сегодняшний день чувствуют себя очень уверенно. То есть это одни из самых богатых людей мира. И большое количество людей, которые видели перспективу в развитии данной технологии, вкладывали в денежные средства, и на сегодняшний день точно так же чувствуют себя очень уверенно в финансовом отношении. Так вот, на сегодняшний день ситуация вхождения транспортной технологии под названием струнный транспорт в сферу транспорта напоминает то, что было с интернетом в конце 70-х годов. Только данная технология войдет быстрее. Мало того, все преимущества интернета, которые есть на сегодняшний день, она, скажем так, себя впитает. И данную сеть мы раньше называли, которая будет образована, это следующий шаг в развитии мировой паутины, это название Транснет. Данная сеть позволит нам довести в удаленные уголки земного шара любой страны те прелести цивилизации, которой пользуются люди в большие города. Это и электричество, да, то есть это волоконно-орктические линии связи с высоким уровнем, с высокой скоростью интернета и многое-многое другое. Потому что путевая структура устроена так, что внутрь струнного рельса можно встраивать и высоковозненные электропередачи, и волоконно-орктические линии связи и много чего еще. То есть огромное количество преимуществ, с ними можно ознакомиться на сайте юницкого, www.unitsky.com, он будет на следующем слайде. С преимуществами данной технологии можно ознакомиться на сайте компании Skyway Capital, на видео лендингов, то есть лично поднимите партнера, вы можете зайти, выбрать лендинг-партнера и ознакомиться подробно с технологией, посмотреть ролики. У нас на сегодняшний день в интернете существует 12 каналов на YouTube, на разных языках, на 12 языках мира у нас выложены ролики о технологии, есть записи вебинаров, которые проводят лидеры на разных языках. То есть было бы у вас желание найти информацию, вы можете ее легко найти. Технология, вообще в целом развитие технологий насчитывает на сегодняшний день 40 лет, 1977 года, по 2017. Условно можно разбить на 4 этапа, важно отметить то, что мы сегодня находимся на 4, именно на том этапе, когда было принято решение оценить технологию, все то, что наработал юницкий за долгие годы, использовать систему кратерингов. И благодаря этой системе на 4 этапе мы сегодня, скажем так, активно встроены по технопаркам, мы сегодня же активно по миру рассказываем о технологии, приезжают международные делегации на территории наших КБ. Да, можно сказать, что юбилей, вот многие знают, да, есть приметы, что 40-летний юбилей мало кто отмечает, но в принципе мы, наверное, тоже не будем там устраивать большого праздника. Наша задача сегодня активно трудиться на реализации данной технологии. На предыдущих трех этапах были разные веки в развитии данной технологии, были хорошие времена, были плохие времена, то есть в 70-е годы, когда все начиналось, там, по сути дела, первые заявки на изобретение, в теории отработанной технологии, данная технология является частью гораздо больших планов Ленинского по внеракетному освоению космоса. На первом этапе была научно-практическая конференция на территории Республики Беларусь в 70-е годы, признание Федерации космонавтов и СССР. На втором и третьем дважды Организация Минных Наций выделяла денежные средства, гранты на развитие данной технологии, потому что эксперты данной структуры давали свои однозначные оценки, что данная технология перспективна, она экологически чиста, и ее необходимо использовать на территории всего лишь на ушах. Далее, на втором и на третьем этапе было приведено большое количество различных испытаний, отработки методик. На втором этапе это аэродинамическая труба, работа с аэродинамическими показателями, характеристиками, научная школа в Санкт-Петербурге у Ленинского. Третий этап это когда в Подмосковье с 2001 по 2009 год у Ленинского был свой собственный испытательный полигон. Небольшой, то есть 170-метровая металлическая эстакада, внутри которой были натянуты струнные рельсы, прокачан бетон по всей технологии, по которой мы работаем и сегодня. И на этом полигоне были проведены большое количество испытаний, отработан целый ряд методик, специалисты целого ряда структур российского государства, например, приезжали и давали свои экспертные оценки данной технологии по результатам этих испытаний. Были заключены даже государственные контракты по строительству дорог по технологии Ленинского в разных регионах Российской Федерации, то есть несколько регионов, даже, скажем так, поставили свои подписи руководителей под тем, что будут строиться дороги по данной технологии. Очень много о технологиях говорилось в средствах массовой информации, в различных печатных СМИ, на телевизионных каналах, в центральных каналах телевидения, в новостных, скажем так, своих передачах, тематические передачи на региональных каналах телевидения. То есть выступал Анатолий Дарычуницкий и его соратники, которые знакомились с технологией людей, которым были заинтересованы данные информации. Участие в различных международных форумах, посвященных транспортной отрасли, получение золотых медалей, дипломов, наград, три золотые медали ВВЦ, две премии «Золотая колесница» в номинации проект года в транспортной отрасли. Все это пришлось на начало нашего тысячелетия. К сожалению, после Госсовета, когда технология была продемонстрирована президентом страны, на тот момент он был Дмитрий Медведев, полигона через неделю в подмосковом городе Озер не стало. Хотя было дано, скажем так, курсное распоряжение Минтрансу изыскать порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии, ну и в первую очередь это был сделан упор на развитие в Ульяновском регионе, потому что именно губернатор Ульяновской области, господин Морозов, представил данную технологию президенту страны и предложил ее использовать как перспективную на территории Российской Федерации с целью обогнать веземный шаг в сфере транспорта и сделать технологию экспортной, чтобы она отсюда нашла шагать по меру. Но случилось то, что случилось. Важно, что Юницкий не опустил руки, продолжал вести переговоры с чиновниками и с людьми мира бизнеса. Вот когда он устал это делать от обещаний, либо, скажем так, от того, как мистер отматывается от технологовой мухи, было принято решение оценить технологию, зарегистрировать на основании данной оценки предприятия на территории Евросоюза, Великобритании, на основании келлектуальной собственности. И было принято решение обратиться к тем людям, которым нужен безопасный, высокоскоростной, комфортный, значительно более дешевый по цене, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. К обычным людям, физическим лицам. И на сегодняшний день подтверждено, что данная платформа была выбрана и не случайно, и выбор был правильный. Потому что огромное количество людей, более 350 тысяч человек, всего земного шара сегодня стали совладельцами данной технологии, потому что Юницкий, вы его сейчас видите на экране, основные, скажем так, наверное, точки с биографией Анатолия Даровича Юницкого, то есть он предлагает сегодня абсолютно любому человеку, который готов вложить какую-либо сумму денег в развитие данной технологии, стать совладельцем данной технологии. То есть какое-то количество долей может приобрести абсолютно любой человек, потому что платформа здесь не при финансировании, потому что, скажем так, инвестиция минимальная на сегодняшний день компания Skyway Capital стоит порядка 900 рублей Российской Федерации. Даже уже немножко меньше из-за курса доллара, которым мы имеем сегодняшний день. Анатолий Дарович Юницкий, о нем, как я говорил, можно очень подробно почитать непосредственно на его сайте www.nizky.com. Там есть много печатной информации, есть книжки, которые можно приобрести у нас в печатном виде, можно скачать в интернете. Можно их приобрести в электронном виде и ознакомиться с большим количеством видеоматериала, что касаемо технологий, что касаемо биографии самого Анатолия Даровича Юницкого, потому что было снято три фильма о Юницком. Один еще в советские времена, «Небо на колесе», второй уже тогда «Деоруссия» стала совмастительной, то есть это где-то конец середины 90-х годов, и третий был буквально фильм создан около года назад, где рассказывается краткая биография Анатолия Даровича Юницкого, чем он занимался и к чему он двигался. За все время работы более 140 изобретений в различных направлениях он трудился, от инженера, конструктора, был специалистом в направлении патентного права и изобретательства, потому что это второе высшее образование. Третье высшее образование, помимо транспортного образования, это проектирование и строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Как я сказал, большое количество работ его вы можете найти на сайте www.nizki.com. Ну и большой класс информации. Здесь вы видите краткий перечень структур, он гораздо больше на самом деле, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озер. Это институт проблем транспорта Российской академии, науку Сибирской отделения Российской академии транспорта, ГОСТРО России, Министерство экономики транспорта, Петербургский госуниверситет по этой сообщении, про организацию обменных наций мы уже говорили, что она дважды введена в денежные средства. То есть технологии, которые миру известны. Буквально два слова скажу, в двух минутах постараюсь историю начала привлечения инвестиций с января 2014 года по 2017 год. Мы сегодня с вами находимся в 2017, хотя очень много событий, для чего произошло, конечно, в 2015 и 2016 годах. В 2014 это начало привлечения инвестиций, три международные конференции, две из них в Москве, одна в Минске, открытие научно-производственных предприятий в Республике Беларусь в городе Минске, в котором сегодня трудится более 200 человек, а в планах в ближайшее время увеличить чуть ли не трой наш инженерно-конструкторский персонал, потому что время пришло и большой-большой объем работы необходимо выполнить. Далее, 2015 год это определение с участком местности, за которым мы боролись около полугода и на аукционе в июне месяца 2015 года получили пользование участок площадью почти 36 гектар, на котором, скажем так, началось строительство этой технопарка в июле 2015 года. Далее, переговоры в первую половину 2015 года прошли в целом районе регионов, это Южная Америка, это Аравийский полуостров, да, и, кстати, вот те переговоры, которые начались в 2015 году, были, по всей видимости, закончены сейчас, вот буквально месяц назад. Анатолий Городович Ченницкий был снова в Дмитрии на Харасовских Эмиратах, когда он ехал с Индией и заключил те самые крупные контракты, о которых два слова еще скажут. Далее, в 2015 году, в сентябре, был получен международный инвестиционный код ценной бумаги, Айсин, процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня на биржах, международных площадках копируются. Приезд господина Рода Хука, это экс-министр транспорта Южной Австралии, который с сентября 2015 года стал ярым приверженцем технологии Юницкого, познакомился непосредственно с ним, когда посещал территорию нашей ХБ и этой технопарка, с конструкторским персоналом. Второй его приезд был в июне 2016 года, когда он с собой приведет еще специалистов компании Allercom, которые на сегодняшний день принимали участие не в одном крупном инфраструктурном проекте, который стоит многие миллионы, миллиарды долларов. Одним из примеров это возведение самого высокого в мире небоскреба под названием «Бурж Халифа». Компания Allercom принимала участие и в этом проекте. 2015 год. Это процедура закладки 0,2 километра в октябре месяце, 17 числа на территории технопарка. Это международная конференция в Минске. Это принятие решения руководством компании в ноябре месяце начать привлекать инвестиции посредством нового инвестиционного продукта под названием покупка или продажа пакетов далее компании в расточку. Клиентам выгодно, потому что они ежемесячно инвестируют в небольшие денежные средства, а на выходе получают очень большой, солидный пакет далее компании Skyway Capital, например. И компании выгодны, потому что на 8-9-10 месяцев в период можно ввести такие денежные средства к нам. Почему это важно? Потому что у группы компаний Skyway с января 2014 года по конец 2017 года существует 15-этапный план выведения технологий на международный транспортный рынок и выход задания компаний на международный рынок инвестиций. Вот мы в ближайшее время, 7 марта, перейдем на 9-й этап развития технологий, который будет, скажем так, означать свою венчурную премию. На 9-м этапе нужно будет выполнить свой перечень работ. Предыдущие 8 этапов успешно практически завершены, то есть те работы, которые необходимо было провести, они сделаны. Как вы понимаете, на каждую работу необходимо какое-то количество времени и денежных средств, чтобы оплатить необходимые неприяло для выполнения данной работы и работу тех людей, которые ее выполняют. Так вот, мы заканчиваем 8-й этап, у нас сегодня 27-е число и осталось буквально, да, про 28-е еще 7 дней. 8 дней до перехода на 9-й этап развития группы компаний Skyway, на котором венчурная премия, либо уровень доходности по тем денежным средствам, которые вы готовы инвестировать в наш проект, уровень доходности будет снижен. На первом этапе он был самый лучший, на втором этапе он составлял 250 до 1500 раз, на восьмом этапе он составляет от 30 до 300 раз, да, в зависимости от размера вашей инвестиции в наш проект. Итак, 16-й год чем интересен? Тем, что в начале года руководство компании планировало провести только одно мероприятие под названием «Нэтофестиваль», да, это 23-24 апреля 2016 года, он успешно прошел в городе Митцин. Но перед этим еще было важное событие, Анатолий Дарыш написал письмо Медведеву, пригласил его на территорию технопарка, убедиться лично, что мы проделали в направлении развития технологий, но, к сожалению, он, конечно, не приехал. Но 11-го числа, в феврале месяце, технологию нашей компании признали инновационной. Это Минтранс Российской Федерации, то есть экспертный совет данной структуры, признает технологию инновационной, а 25-го марта признает перспективной для использования территории Российской Федерации. Тут же, буквально следом, в феврале месяце, нашу компанию приглашают участвовать в мероприятии под названием «Минтранс», которое проходит раз в два года в Берлине, на территории Евросоюза. И данное мероприятие тоже было проведено с большим успехом, то есть четыре дня, с 20 по 23 число, наша технология была предсказана на данном транспортном форуме. Огромное количество людей, сразу кулаков земного шара, которые предсказали различные структуры, административных каких-то органов, до специалистов из мира транспорта, познакомились с нашей технологией, благодаря форумам, которые прошли в 2016 году. Действительно, огромное количество информации разошлось по миру, и большое количество людей смогли узнать, что есть такая технология. Это и два форума, которые прошли в Минске. Первый из них – это «Белорусская транспортная неделя» либо «Транспорт и логика» 2016, второй – это «Белорусский энергетический и экологический форум», они буквально друг за другом шли. Потом в Мельбурне параллельно прошел 23-й Всемирный конгресс интеллектуальных транспортных систем, в котором умерли возможность участия только те компании, и у которых транспорт относится полностью автоматизированный в автоматическом виде. Данная технология, как раз-таки, к каким технологиям относится. Но это мероприятие, которое прошло в Москве. То есть в Москве прошло 3 дня выставки, с 30 ноября по 2 декабря, прямо возле самого сердца столицы, возле Красной площади, в московском гостином дворе, возле торгово-промышленной палаты. С тыльной стороны «Бума», хотя с какой стороны посмотреть, «Бума» такой вытянутый, то есть где-то сложно определить. 3 дня мы переставляли данную технологию на этом форуме. И в принципе, чтобы получить большой-большой объем информации, фотоматериалов, видеоматериалов обо всех этих мероприятиях, вам достаточно просто зайти в раздел новостей нашей компании и отлистать назад до сентября, а потом побежать вперед, посмотреть видеоролики, посмотреть, прочитать интервью, которые давали специалисты из различных, наверное, развитых направлений и промышленности, и транспортной сферы. То есть на данном слайде вы видите «Инотранс». Кстати, очень здорово нам помог «Родхуд», потому что его родные языки английские, и большое-большое количество людей с разных стран мира приходили, задавали вопросы к технологии. На «Инотрансе» очень сильно заинтересовались транспортным средством под названием «Минибайт», который, скажем так, в 2015 году в начале только-только, наверное, появилась идея, что мы будем еще делать легкую трассу Skyway и будет такое транспортное средство. То есть менее чем за два года был создан промышленный действующий образец транспортного средства, которое вот сейчас будет сертифицировано и будет в дальнейшем поставлено на поток. Данное транспортное средство можно очень здорово использовать, например, в туристической сфере, там, где есть большие какие-то национальные парки, большие территории, красивые, то есть быстро строится трасса, легкая, как я сказал, не наносит вреда экологии. Данный вид транспорта можно отнести к всепогодным серверхам, одна из главных характеристик. Действительно, специалисты из мира, в общем, заинтересовались транспортным средством под названием «Минибайт». Далее, это транспорт и логистика 2016, где мы заручились в поддержку первым заместителям премьер-министра Республики Беларуси. Энергетический и экологический форум, который прошел в Беларуси, то есть 14 стран, более 300 предприятий, одним из которых были мы, и по вопросу посетителей данного форума, интерес нашего стенда стоял на первом месте. Ну, имели бы он то, что я говорил, то есть Ротхук, представителями компании «Эркон», рассказывает технологию SkyWay, и сегодня они активно занимаются реализацией данной технологии на территории Австралийского континента. В первую очередь, они решили делать упор на грузовой SkyWay, потому что существует целый ряд проектов, целый ряд месторождений, для разработки которых можно и в пользу данной технологии. То есть достатка минерального сырья на богатительные фабрики, вплоть до погрузки, скажем так, на транспортные средства привычные для дальнейших отправок в любопытное земного шага. Транспорт и логистика 2016. Ну, наверное, одно из важных вещей было, что нас Штент посетил министр транспорта, господин Соколов. Опять же, технология встретилась снова с господином Морозовым, губернатором Ульяновской области. И, кстати, результатом этого стало то, что после Гайдаровского форума было заявлено, что на территории Ульяновской области два аэропорта и центр города планируют соединить дорогами по технологии Скаева. Специалисты, скажем так, транспортной сферы и из других направлений развития транспортной отрасли, это авиация, это автомобильный транспорт, железные дороги, посещали наш ТЭН. И многие из них говорили о том, что существует в России, возьмем там от Урала и до Восточной Сибири, огромное количество мест, где можно использовать наши технологии, помогать развитию промышленности, улучшать, скажем так, состояние экономики нашей страны, улучшать среднюю жизнь людей, проживающих в нашей стране, то есть приносить пользу людям. Как я сказал, каждый из данных форумов внес свой лепп в развитие нашей технологии. В декабре месяце был заключен контракт, по которому будет сертифицироваться наш транспорт, с НИИ, гор электротранспорта, который занимает сертификацию транспорта на северной территории Евро-Азиатского экономического союза, в которых это Россия, Белоруссия. Ну и важная лепп, конечно же, состоялась параллельно вместе с мероприятием в Москве. Это прокат Юлибайка, действующей модели транспортного средства, в конце ноября и декабря. Сегодня практически каждый день проходят испытания, снимаются показатели в различных погодных условиях, в различных нагрузках и так далее. Все это нужно для сертификации. И буквально после того, как мы начали принимать участие в различных международных транспортных форумах, зачастили различные делегации, представители Республики Беларусь, всего ряда регионов и разных структур, там от Академии наук Республики Беларусь и заканчивая, скажем так, представителями городских администраций. Это представители Филиппин, Индии, Турции, да, арабских стран, вот сейчас как раз проходит, делегация находится на территории нашего КБ. Представители европейских стран, я знаю, что выезжали, и руководители нашего права приезжали на территорию Европы, тоже Швейцарию, и с Швейцарией приезжали люди, с Российской Федерации заинтересованы, то есть появлялись лица на территории Эпотехнопарка. Представители, например, Политехнического университета Санкт-Петербурга, которые тоже предлагали свои услуги в направлении сертификации транспортных форумов. То есть, огромное количество людей, да, огромное количество структур, фактически каждый день знакомятся с развитием нашей технологии, многие уже на сегодняшний день заключают договора о взаимодействии, и вплоть до того, что уже заключены очень важные договора о строительстве дорог в целом глядии регионов, ну, например, Индия, да, я думаю, многие из вас слышали, что проект, который, как бы, общая сумма составляет 922 миллионов долларов, это на территории Индии, строительство дорог в одном из индийских штатов, да, и Объединенные Арабские Эмираты, как я уже говорил, то есть продолжение переговоров начатых в 15-м году, тоже заключен контракт, пока это на официальных источниках информации не выложено, по Индии уже информация есть, но в полтора раза даже больше денежный эквивалент, скажем так, данного контракта, чем на территории Индии. Это то, к чему мы сейчас пришли и двигаемся дальше. И, конечно же, важным моментом в развитии нашей технологии является то, что вот мы получили документ, по которому нам разрешили, то есть выделили участок земли еще протяженных 16 километров, на территории которого, то есть на этом участке, будет строиться высокоскоростная скайвей, то есть высокоскоростная трасса, на которой мы сможем продемонстрировать возможности высокоскоростной технологии, разработанной Индии. То есть до 500 километров в час разгоним успеем затормозить транспортное средство. Это то, что касается технологий, и вы знаете, о ней можно говорить много. Я знаю, есть люди, которые это рассказывают, сказка, с картинками, там, да, с шутками и требалутками, которые почти каждый день находятся на территории ПБ, показывают, что это в терископе и так далее, и так далее. То есть самая свежая информация, создают активные наши партнеры, внимательно следя за развитие проекта и свежую информацию черпают и от того же Сибирякова с Алексеем Суходовым, да, ну и от руководителей нашего проекта. То есть технология, вот, чем дальше мы развиваемся, тем сложнее умещать информацию о том, что происходит в нашем проекте. Раньше мы целые, наверное, минут пять отделяли, скажем так, слайды, на котором рассказывали про средства массовой информации, в которых рассказывается о развитии нашего проекта. Сейчас мы это даже перестали делать, потому что практически каждый день не в одном издании, а в несколько в интернет-СМИ и на телевидении и на различных радиостанциях, да, рассказывается о том, что существует такая технология, разработанная белорусским ученым, она подлинг венецким и так далее, и так далее, и так далее. То есть хватало бы времени вискать интернет и находить информацию о том, что про нас включат. Компания Skyway то есть та, которая занимается по сути дела непосредственно работой по информированию людей, проживающих разных уголоках земного Ушара, о том, что есть технология юнистского, о том, что есть возможность стать ее с владельцами и задача основная это привлечение инвестиций. Привлечение инвестиций в проект посредством той же базовой платформы краудинвестинга и задача, которую мы главной перед собой вставим это, конечно же, привлечь максимальное количество денежных средств, максимальное количество инвесторов на базе микрофинансирования. То есть сегодня инвестирует наш проект может абсолютно любой человек, а вот на Западе подобные инвестиции, которые доступны буквально избранным людям, которым позволено вкладывать деньги в высоко рискованные проекты, как Коин являлся в 2014 году проект Skyway, сегодня рисковалось не то, что на порядке, на десятке порядков снизилось, хотя мы по-прежнему остались венчурными проектами. Задача компании Skyway Capit это создать благоприятные условия для каждого инвестора, чтобы он мог разобраться в информации, чтобы он мог получить, скажем так, ответы на свои вопросы посредством обращения, например, фирмы технической поддержки, которая есть на сайте работы 24 часа в сутки, посредством той информации, которую мы разместили внутри личного кабинета либо на сайте компании, посредством задавания вопросов прямых специалистам отдела информационной поддержки, которые у нас работают здесь в Москве, которые с удовольствием отвечают на вопросы инвесторов от вопросов по технологии, заканчивая благодаря каким платежным системам как, скажем так, сделать шаги, чтобы стать совладельцем какого-либо пакета компании на сегодняшний день. Еще раз хочу вам сказать, что сегодня инвестируя в денежные средства вы становитесь собственником технологии. По сути дела, совладельцем компании, то есть акционером данной компании. И на те купленные доли, которые вы сегодня можете для себя приобрести, в дальнейшем вы будете получать доход в виде распределения прибыли от реализации технологий в большом количестве адресных проектов, где будут строиться дороги по технологии в скале. Вот видите, мы сегодня еще даже, цель-то вообще, привлечение инвестиций была такова, чтобы построить эко-технопарк, продемонстрировать технологию и сертифицировать. То есть мы еще до конца не закончили сертификацию, но уже заключаются контракты о строительстве дорог. То есть к сопережению в нем. Контракты о строительстве дорог должны были быть на 15-м этапе развития технологий. Мы сегодня переходим на 9-й. Мы уже готовы платить деньги за то, чтобы на территории их стран строились подобные дороги, чтобы транспортные технологии были использованы. Конечно же, одна из важных задач на сегодняшний день, которая стоит перед нами, это своевременное информирование вас обо всем, что происходит в развитии нашего проекта. Это новости, это различные рассылки. Очень важные новости мы сообщаем даже на SMS, в виде SMS рассылки на вашу мобильную телефон. Плюс ко всему, у каждого из вас сегодня есть отличная возможность стать, как я сказал, совладельцем технологии и получать прибыль в будущем в виде процентов от прибыли, которую будет получать компания при строительстве дорог. Ну и плюс ко всему, вы сегодня можете зарабатывать посредством той партнерской программы, которая существует в нашей компании. Благодаря тому, как раут инвестингу, либо НЛМ-бизнесу, который используют. Кстати, то, что мы живы до сих пор, то, что мы активно развиваемся, ну, наверное, в хорошем смысле слова виновата эта система. Потому что людям, которые поверили, разобрались в информации. Была предоставлена возможность получать немножко денег от тех сумм, которые они привлекают в наш проект. И многие люди успешно зарабатывают сегодня, чувствуют себя намного комфортнее финансовым планом, чем это было, например, год-два-три назад. В зависимости от того времени, когда они включили это развитие нашего проекта. И сегодня еще не поздно, когда мы говорим, это сделать, стать собой в эти технологии. Выбрав один из пакетов, вот стандартный процесс, стоимость пакетов сегодня от 15 долларов до 150 тысяч. Уровень доходности, вот здесь выявленный столбик третий, поставляет от 30 до 300 раз, как я уже говорил. Пройдет 8 дней, и вот в этом столбике увидится совершенно другие цифры. Они могут быть там от 25 до 250. То есть, какие цифры принят наше руководство решение, какой-нибудь дисконт, потому что вы знаете, вы заключены в те самые контракты, приход больших инвестиций позволит нам не достроить никаких накладок и прочее. Соответственно, когда-то говорил Анатолий Дарченицкий, что мы можем даже скакать с этапа на этап, перепрыгивая, скажем так, промежуточный этап. Ну, дай Бог, так оно и будет. Но сейчас еще у вас есть возможность стать совладельцами пакета для компании по выгодным ценам и предложить данные возможности тем людям, которые вас окружают. Как я говорил, у нас есть рассрочка. Стандартные пакеты по рассрочке, к которым мы уже привыкли, они существуют более года. Это старт 7-й, стабильный бизнес. Есть такие же названия, только с плюсом. Отличие здесь следующее. Если в первом случае все готовы получать, помимо того, что вы уплачиваете рассрочку, те цифры, которые видите на экране, вы можете еще дополнительно заработать от 5 до 6 до 6 до 3 тысяч долей компании, например, на предпринимательный счет. Если, например, в течение месяца после оформления данной рассрочки пригласите не меньше двух людей, которые приобретут для себя пакеты, стоимых 125 долларов и выше. Два человека по 30 долларов, например, и вам дополнительно будут начислены доли компании. Либо второй способ, если вы не хотите никому рассказывать и приглашать, просто сразу делайте двойную платеж по рассрочке, это нижние пакеты, и вам будет начислено то же самое количество долей компании. Есть у нас выгодные рассрочки для тех, кто хочет увеличить общее количество долей уже имеющихся на сегодняшний день, и плюс с хорошим дисконтом приобрести себе от 140 тысяч до 150 тысяч долей компании. Это пакет-минтипликатор. Если вы выплативаете данную рассрочку в срок без задержек в течение 10 месяцев, то по окончании выплаты рассрочки вам будет дополнительно на общее количество долей на численный либо 1, либо 2, либо 3% на премиальный счет. Вот такие условия. Пакет бизнес-старт в течение двух месяцев по 300 долларов вы получаете 75 тысяч долей компании. Если вы делаете это в течение одних суток, открываете в рассрочку и закрываете, вам еще будет начислено 24 тысячи долей компании дополнительно. Пакеты долей компаний, которые вы можете приобрести в рассрочку на 10 месяцев большего номинала, то есть от 500 долларов в месяц до 5000, но эти люди делают такой шаг, а их много, они становятся опять же миллионами владельцами пакетов долей компании, то есть от 1.15.000 на выходе до 14.000. Потенциально мы движемся к той цифре, что минимум одна отдельно взятая доля будет стоить 1 доллар США. То есть умножать эти цифры, которые вы видите суммарно, на 1 доллар, это примерно те суммы, которые вы можете вводить. Разовое приобретение пакетов долей компании большого номинала за 5, 10, 25 и 50 тысяч долларов, кстати, буквально на прошлой неделе вышла статья, что тех людей, которые делают такие инвестиции, уже ждут их деревья, редкие породы, будет изготовлена табличка, и они могут приехать в июле месяце первого числа на территорию технопарка и повесить свою именную табличку на дерево, который вы, по сути дела, оплатил, приобретает данный поток. Редкая эксклюзивная порода. Эксклюзивная, да. И есть пакеты, которые доступны для инвестирования с бонусного счета. Бонусный счет, это он есть у каждого нашего человека, кто стал клиентом или партнером нашей компании. Но бонусный счет, денежные средства на него попадают посредством активного участия в строительстве партнерской структуры, то есть при зарабатывании вами денег и партнерской программе. Партнерская программа у нас простая, интересная. Они мы, как правило, даем повторникам и пятницам, то есть от тех процентов, которые мы начисляем и прочее. Помимо всего прочего, у нас есть пакеты на транс, которые подразумевают три платежа по тысяче долларов на промежутке времени три месяца. То есть каждый следующий платеж делается не позднее предыдущего. Если мы возьмем в стандартном прайс-вистеме пакет стоимостью если мы купим там второй пакет, то же самое он получит 150 тысяч долей. Но если мы выбираем пакет на желтом фоне под названием Монотранс, то за второй платеж получим уже 200 тысяч долей, за третий 250 тысяч. Вы можете это выплачивать три месяца, вы можете это выплачивать три минуты. За три минуты вы можете стать обладателем 600 тысяч долей компании. Есть пакеты на несовершеннолетних детей, которые можно нахранить просрочку. Ну и, как я говорил, партнерская программа на сегодняшний день это инструмент, который может улучшать финансовую сторону вашей жизни уже сегодня. Делай простые шаги, добавь информацию своему окружению. Если вы это делать будете с чистой душой, без краной запазуха и без, скажем так, круглых глаз размером с блюдцем, без фанатизма, как я говорю, лишнего, и без пены вот там, доказывая, что если вы к нам не придете, значит, что вы берете, у вас это может получиться. Если вы будете делать простые шаги, которые необходимо делать для успешного создания бизнеса по партнерской программе, у вас тоже будет получаться. Важно, чтобы вы рассказывали о данном бизнесе не сами. Я ни в коем случае не хочу ущемить, скажем так, гордость кого-то из вас, о том, что вы грамотный человек, что у вас есть высшее образование, может быть, не одно и так далее, и так далее. Но вы знаете, суть работы данного бизнеса, скажем так, основы данного бизнеса строятся на том, что информацию вашему окружению дают те, кого не знают люди. Это может быть ваш наставник, который вам рассказал об этом, это может быть интернет-мероприятие, это может быть мероприятие в живом формате, которое у нас проходит каждый день практически в десятках странах, на которых наши партнеры рассказывают о возможности сотрудничать с компанией Скаллэйтург. Шесть карьерных ступеней, по которым вы двигаетесь в одностороннем направлении, потому что у нас маркетинг-план накопительный, небольшая сумма инвестирования, позволяющая вам зарабатывать денежные средства, 15 долларов в США, вас никто не заставляет выполнять какие-то ежемесячные объемы, ежемесячный товар оборотов вместе со структурой, либо лично, вас никто не заставляет подпитать логификацию тот уровень, который вы достигли. Потому что в 90-м 95 случаев из 100 в мире МВМ существуют такие обязательные условия. У нас их нет. До 20% непосредственно от суммы привлекаемых инвестиций вы можете зарабатывать по нашей партнерской программе, и, что важно, до 24 уровня у нас выплачивается вознаграждение. Вас не могут никто ограничить количество тех людей, которых вы можете пригласить с собой, следом в этот бизнес, зарегистрировать за собой. Есть определенный элемент разумности, потому что большого количества одновременно активных партнеров вынести больше 3-5 мера невозможно. Сутка времени не хватит, чтобы активно помогать развивать бизнес этим людям. Ну и важно, что начиная с 3-й квалификации по партнерской программе, с 3-й ступеньки карьеры, на акционный счет тоже начинают начисляться денежные средства. На 3-й ступеньке 1%, на 4-й мастер, другой, выше, на эксперт еще выше, на ток эксперт еще выше. Когда-то, еще год назад развития нашего проекта, одинаковые денежные средства начислялись на бонусный счет, на акционный счет, это подарок. Это деньги, которые вам компания как бы дает, и вы их можете потратить только на приобретение долей компании. То есть это еще дополнительное было вознаграждение тем, кто помогает нам привлекать инвестиции, давать информацию своему окружению. Сегодня уже на квалификации партнера и консультант недоступного вознаграждения либо подарок, который компания делает и начисляет акции на акционный счет. Но, кто поверил раньше, кто-то неудану возможность. Для тех, кто активно развивает бизнес, у нас есть инструменты, встроенные в личный кабинет, это реферальные ссылки, по которым у нас появляются ваши реферальные партнеры, план вознаграждения, которые можно скачать и рассказывать своему окружению. И это баннеры, которые вы можете устанавливать на своей интернет-странице, они разного размера, они меняют, скажем так, свой внешний вид, меняются картинки и так далее. 24 часа в сутки данный баннер может привлекать людей с вашей интернет-страницы на нашей интернет-странице, где люди могут познакомиться с информацией. Если они нажимают после этого кнопки регистрации, то ваш реферальный партнер, потому что по всем инструментам прикреплена реферальная ссылка. К инструментам у нас относятся подобные мероприятия, которые сейчас проходят, целый ряд онлайн-мероприятий, которые каждый день читаются на наших вебинарных комнатах. Это живые презентации, которые проходят в целом ряде стран и городов. На разных языках, кстати, как онлайн-мероприятия, это такой флайм-мероприятие, это периодически промо-акции. Одна из них у нас была не так давно, новогодняя акция, где можно было на выгодных условиях приобрести очень выгодные пакеты для компании. Как найти, во сколько, либо по каким ссылкам проходят у нас мероприятия, адрес, время проведения, тема, ведущих. Все это вы можете найти в разделе событий, как на сайте, так и внутри личного кабинета. У нас расписаны все мероприятия, когда начинаются. Кстати, это сделано на языке той страны, в которой проходят данные мероприятия, либо на языке, на котором читается вебинар. Поэтому, если это мероприятие ориентировано на немецкую аудиторию, соответственно, на немецкую прописанную информацию и по вебинарам, и по презентациям, которые у нас в тех городах, где люди говорят на немецком языке. Ну, и остальные языки точно так. Всего у нас сегодня уже интервьюировано в сайт 12 языков. То есть, год назад их было, можно сказать, неполных флотар. И, как говорит руководство нашей компании, в планах еще добавить несколько языков, которые будут встроены и в личный кабинет, и на сайт нашей компании. То есть, мы с вами говорили в течение порядка 45 минут с этими нашими, скажем так, попутками войти и выйти из комнаты, с микрофоном, который барахливый и так далее. Действительно, отличная возможность для каждого из вас, для тех людей, которые вас окружают, принять участие в проекте, который относится и к миру инноваций, и к миру инвестиций. Инвестиции на сегодняшний день, мы чаще и чаще слышим это слово по телевизору, да? К сожалению, огромное количество предлагаемых инвестиций требует вложения огромных денежных сумм. Да? У нас же все это выглядит намного проще. Есть ли риск? Да, риски есть везде. Но если мы сравним то, что мы рассказываем сейчас и то, о чем я начинал еще, скажем так, с осени 2014 года, это просто несравненная вещь. То есть, тогда мы говорили, скажем так, о том, что мы только планируем создать, да? И как примерно это будет выглядеть. Сегодня нам есть, что показать, что вы можете приехать посчитать своими руками и так далее, и так далее. И мы уже подписали контракт о строительстве дорог как минимум в двух странах. Это не на территории Равинского Пула, а в Лунинде. Но я думаю, в ближайшее время у нас появится третья страна, пятая страна, седьмая страна и так далее. Вконтакте, которые вы видите на экране, это офис, который находится в Москве. Московское представительство, в котором я сейчас нахожусь и с вами общаюсь. Есть ли у вас какие-то вопросы, коллеги? То, что Светлана поет душа, это очень здорово. Вообще хорошо, когда душа поет. Не по какому-либо поводу, а просто так. Будут изменения? Ну, в первую очередь, если там сухо, меркантильно, да, и только о деньгах, изменения произойдут с наполнением пакетов долей компании. То есть, если у нас есть пакет стоимостью 15 долларов, и на выходе вы получаете 450 долей, то стоимость пакета будет, я предполагаю, оставлена та же самая, а вот количество долей будет снижено. То есть, если сейчас уровень доходности 30, это всегда же просто предположить, что он будет 25, соответственно, на выходе будет не 450 долей, а 375. Вы знаете, информации о том, что мы будем менять дисконт 1.600, пока нет. То есть, вот спрашивали не так давно, на просто где-то, ну, меньше месяца назад наше руководство, и было дружно и отлично, что пока мы дисконт оставляем. Это для тех, кто успел. Вы помните, с 25, по-моему, ноября по 17 декабря была возможность приобрести 4 пакета долей компании с дисконтом 600. Пакеты стоимостью, если не ошибаюсь, 50, а 25, 50, стоит 250 долларов совершенно ежемесячно. Такая была рассрочка. На почту приходит рассылка. Ну, хорошо, что приходит рассылка на почту. Завтра на статье, вот в это время, примерно, начнется вебинар по партнерской программе. Буду рад, если кто-то из вас придет и задаст вопросы. Вот, кстати, а это такой вот сейчас вопрос. Здесь вот у нас находится порядка трех футбольных команд. Скажите, а есть ли те, кто активно развивает бизнес в поставке цифру 5? И поставьте цифру 1, кто его не развивает. И есть какие-то причины. Не дай бог, видите, вы Юлимитского знаете. Вы знаете, расписание есть на почте, сейчас оно приходит в дайджесте, вы нажимаете на кнопку баннера и вас переводят на страницу личного кабинета, точнее, на страницу сайта. Наталья строит, а Валерий не строит. Ну, хорошо, вот, Анатолий, я знаю, что вы активно развиваете бизнес. Вот, только один Валерий сознался, что он бизнес не развивает. А может, Валерий скажет причину какую-то, нет? Или это тайно? Потому что, в принципе, любой человек, который прилагает какие-то усилия, он может заработать, ну, пусть немного, да, но, по крайней мере, как некоторые говорят, чисто меркантильно и сухо, отбить деньги, которые я сюда, как бы, вроде бы, вкрутил. для этой цели. А кто-то может зарабатывать, действительно, строить большие партнерские структуры и при этом получать не одну тысячу долларов в месяц. И такие люди у нас есть, и немало. То есть, партнерская программа, действительно, это инструмент, который вам позволяет сегодня, с одной стороны, очень активно помогать нам, потому что вы помогаете привлекать инвестиции, а с другой стороны, и помогать себе с точки зрения получения еще одного источника дохода, если у вас такие же имеются. А если таких нет, то это, возможно, основное направление приложения своих усилий. Я смотрю, каких-то общих даже вопросов нет. Да, то есть, есть ли смысл вас держать дальше? Вы и так добросовестно, скажем так, как были. Кто-то 45 минут, кто-то, может быть, чуть меньше. Спасибо вам за то, что посещаете мероприятие. До новых встреч на этой неделе, да и в дальнейшем. Все двигается, все меняется, все развивается. Я думаю, у нас поводок, чтобы душа пела, как это написали здесь, да, будет больше и больше. До свидания всем. Спасибо.